Привет дорогие друзья! Многие охотники хотят поставить на свое благосвольное оружие коллиматорные прицелы. Я покажу вам, как это можно сделать. Хочу уточнить, коллиматорные прицелы ставят в основном для того, чтобы стрелять пули. Там очень удобно с помощью механизмов регулировки совместить точку попадания с точкой прицеливания. И там неважно какой массы пули, все это совмещается легко и пристреливается. Итак, друзья, смотрите внимательно. В такой коробочке продается вот такая планка Пикатимми. Планка из легкосплавного материала. Длина где-то 5 сантиметров. Подходит под установку на вентилируемую прицельную планку для оружия двуствольного типа, а также самозарядного типа. Что меня удивило, так это комплектация. Смотрите, друзья, здесь два ключика разного размера шестигранники. На самой планке уже установлены здесь идут длинные винты. Вот они. Идут винты, которые помогают выставить планку ровно относительно прицельной вентилируемой планки. И они имеют острые окончания. А в комплекте идут такие же винты, только уже без острых окончаний. Видите, здесь заканчиваются тупой такой стороной. Поэтому четыре винта таких, четыре самые маленькие и четыре средние. А большие уже стоят. Для чего нужны вот эти винты разной длины? В первую очередь вы скручиваете все винтики перед тем, как установить. И подбираете из трех типов винты нужной вам длины. Это очень важно. Потому что если вы сразу этот момент не учтете, то, закручивая винты и притягивая вот эту планку, винт выходит дальше, вот как здесь показано. И вот этой частью он может упереться вам прямо в ствол, царапая покрытие. Соответственно, придется потом обращаться в мастерскую. Поэтому все открутили, все винты выкручиваете. Красиво вот так разложим и устанавливаете. Если вы человек аккуратный, у вас все это получится. Ставите на ружье. Под прицельную планку подпихиваете вот эту пластину и винтиком нужной длины слегка притянули. Так все четыре винта. Потом уже вкручиваете выравнивающие вот эти винты, которые позволяют вам выставить планку по горизонту. Такие либо такие. И уже до конца затягиваете вот эти. И до конца подтягиваете боковые выравнивающие винты. Ничего сложного. Все должно получиться вот так. Самое главное, обратите внимание, что вот этот просвет под планкой, когда вы ставите планку, так как отдача ружья идет назад направлено, да, то планку, когда вы наживите, так сказать, с этими пластинами, обязательно сдвиньте до конца вперед. И потом только уже затягивайте, чтобы не было вероятности, что планка начнет ползти. Насчет места установки, честно скажу, что не стоит ставить очень близко сюда. Лучше поставить эту планочку где-то в середине ствола. Во-первых, улучшится обзор и будет удобней и, на мой взгляд, даже поточнее получится прицеливаться. Дальше, потом, когда будете ставить коллиматорный прицел, устанавливая в эти пазы, конечно, тоже может быть небольшая подвижка. Тоже, прежде чем затянуть винты кронштейна коллиматорного прицела, надо сначала его сдвинуть чуть вперед, если есть, конечно, ход, и потом уже затягиваете. Пристрелка. Ну, пристрелка ничего сложного. У меня есть ролик по пристрелке двуствольного оружия с коллиматорным прицелом, так что можете его посмотреть. Там все подробно указано. Ланка очень хорошая, крепкая. Ничего потом никуда не сдвигается. Рекомендую такую палочку. Кстати, обратите внимание, вот здесь как раз вот он тот момент, про который я говорил, что надо взять винты нужной длины, иначе видите, здесь установлен сейчас винт самый короткий. Если взять, к примеру, даже средней длины винт, начать его вкручивать, вот он и упрется как раз в эту часть ствола. И вот здесь будет царапина, здесь, но и также с другой стороны. Сейчас одену коллиматорный прицел, покажу вам, как это будет выглядеть с коллиматорным прицелом. Берем коллиматор закрытого типа, фирма Halosan. Оставили здесь винт. Вот, видите, вот на тот момент, про который я говорил. То есть коллиматор имеет небольшой люфт, хейнштейн. Поэтому, прежде чем затянуть, сдвигаем коллиматор вперед и затягиваем винт. Все, прицел установлен. Где-то выглядит, конечно, громоздко, но на самом деле из него, с его помощью, очень удобно стрелять. Надо немножко, чуть-чуть привыкнуть. Со стороны это выглядит вот так. То есть вы прицеливаетесь. Причем прицеливаетесь двумя глазами. Открытым. Левый глаз не закрываете. Смотрите постоянно на цель. И красную точку подводите к цели. У многих прицелов есть защита от пароваться. То есть, независимо от положения головы, вы прицеливаетесь. Если вы видите красную метку, соответственно, там будет точка попадания. Коллиматорный прицел позволяет вам вкладываться в ружье не слишком глубоко. То есть, слегка прикладываете, и вы уже видите прицельную метку. А без прицела вам бы пришлось очень сжаться в приклад. Ну, честно скажу, дело привычки. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, все у вас получится с установкой прицела. И уж тем более с пристрелкой. Удачи! Вот и все. Теперь обратно все разбирать.